Здравствуйте, дорогие девушки! Спасибо вам огромное за отклик на предыдущий мой комедийный ролик. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите, я оставлю ссылку под этим видео. Там я рассказала и показала профессиональный макияж, и какие бывают истории из жизни, это причем реальная история, как общаются мастера бьюти-индустрии, не обязательно это визажисты, также это могут быть и парикмахеры, и косметологи, и маникюристы, когда говорят о каких-то наших нюансах, нашей внешности в такой форме, что нас это обижает. И еще есть определенный стереотип по поводу того, что если женщина имеет уже какие-то года, то ей нужен там полный спектр антивозрастных мер. Не всегда это так, и даже если это так, то есть разделение по поводу, например, макияжа, есть макияж сценический для фото, и есть макияж для жизни. И, конечно, каждый клиент, когда приходит, вот вы как клиенты приходите, например, к парикмахеру или к визажисту, вы же наверняка не хотите уйти оттуда с каким-то, не знаю, там, домом на голове, или с макияжем, где вас не узнать. То есть вы хотели бы быть собой, но выглядеть краше. На самом деле вот эта история, обязательно посмотрите, да, там, мы постарались сделать ее смешно, это и отчасти из моей жизни, потому что многие, говорят, написали там, да, такого не бывает, нет, бывает. На самом деле, когда я только окончила первые свои курсы, это был 98-й год, и на тот момент обучение проходило всего лишь полтора месяца, и, естественно, не каждый день, а где-то там два раза в неделю, два, максимум три. Ну, поэтому за такой период научиться всем премудростям этого искусства было невозможно. И когда ко мне пришел первый клиент, спустя две недели, как я просто просидела в салоне красоты, это была женщина лет 45. Я ее очень хорошо помню, она достаточно была красива. Вот, но так как у меня не было опыта работы с таким лицом, конечно, я просто не знала, как к ней подойти. Ну, и сейчас я тоже очень многих клиентов слышу, что вот я была там-то или там-то, и вот мне сказали, что у меня это плохо, это плохо. Ну, идет такое, знаете, как бы немножечко обесценивание, а потом вы же попали в золотые руки, и сейчас мастер вам все сделает. Действительно, могут быть у мастера золотые руки, но вот этот вот контекст, который сопровождается во время процедуры или макияжа, он, конечно, очень многих нас ранит. Это таким образом мы приобретаем еще больше комплексов. И как же нам быть, что нам делать? То есть вот нам хочется выглядеть ярко, красиво, молото. Можно ли адаптировать? Да, конечно, можно, вообще все можно. И я хочу первое важное сказать, что не надо ставить возрастные ограничения. Как правило, те, кто говорят, вот с возрастом, да, вот это можно, а это нельзя, это те люди, которые не знают, как можно. В любом возрасте можно все. Можно и цветные тени, можно и яркие ресницы, и красные губы, и моделирование можно, иногда не нужно. То есть вот тут вот нужно действовать не по шаблону, а именно с учетом фактуры данного человека. Поэтому омолаживающий макияж, он может быть очень деликатный, он может быть незаметный, он может быть цветной, он может быть блестящий. То есть нет никаких ограничений для нас, женщин, которые уже даже старше бальзаковского возраста. И сейчас я хочу вам показать макияж, как раз аналогию того видео, где вот эти вот ресницы и образ а-ля Джей Ло, да, пускай Джей Ло будет одна единственная, но у нас есть еще Марии, Натальи, Светланы, Жанны и так далее, и мы хотим быть собой. Поэтому нужно научиться делать такой, может быть, в какой-то степени сценический макияж, но очень деликатный, для себя любимый, так, чтобы вы себе нравились, так, чтобы вас узнавали. И самое главное, чтобы вы себя чувствовали в этом себя очень уверенно. Итак, давайте перейдем уже непосредственно к технике макияжа. Опачки, вернулись в прежний образ и начинаем. Значит, первое, с чего мы начинаем, конечно же, идеальный ровный тон. Значит, помним, когда девушки у нас уже возрастные, и у нас есть такие маленькие нюансики, или под глазами, или вообще хочется сделать кожу, ну, естественно же, более молодой. Ну, зачем столько тонального? Чем больше тонального средства, тем старее будете выглядеть. Это первый, просто такой, самый важный закон. Поэтому нанесение тональных средств должно быть очень деликатным. Об этом я говорю постоянно, на всех своих обучениях. Соответственно, выбирать нужно тональные средства с учетом вашей кожи, состояния кожи, тип кожи, и также еще, какой у вас цвет и колорит. Это тоже очень важно. Когда вы понимаете, какой у вас цвет и колорит, вам проще вообще выбирать макияж и косметику. Это отдельная наука, но сейчас не об этом. Сейчас я стараюсь нанести тональные средства руками, и делаю, естественно, очень тонкое нанесение. Как сделать хорошее, плотное по цвету, но легкое по текстуре тональное средство? Все-таки лучше всего использовать именно спонж. Объясню почему. Если вы умеете владеть кистью, и у вас замечательно получается, вы довольны своим результатом, то вообще нет проблем. Потому что кисточкой там нужно есть, ну, как бы определенные такие моменты, которые нужно учитывать. Как вы ее держите по отношению к лицу? Как вы на нее наступаете? Да, то есть можно нанести тональное средство так, что у вас будет раздражение от кисточки. Поэтому, когда вы наносите спонжиком, то таким образом получается, что вы, похлопывая вот такими деликатными движениями, деликатными, мы делаем хорошее покрытие, и при этом за счет того, что он у меня слегка влажный, получается очень тонко. И, кстати, столько. В основном нужно в большей степени девушкам постарше тонировать центральную часть лица. То есть вот здесь, вот здесь, нос особенно, вот около носа зоны. И вот сюда. И потом уже по остаточному принципу немножечко подтонировали здесь. Если, конечно, тут есть какие-то нюансы, например, там пигментация, да, или, может быть, постакна, то нужно на все лицо. Но так, чтобы сделать деликатненько, потому что где у нас морщины? А вот здесь они. Поэтому, когда здесь перегруз, здесь перегруз, я всегда всех учу. Не наносите тональный крем на глаза. Почему? Потому что кожа там тоньше в 10 раз. Ну, не в 10, а в 4 раза. Хорошо. И когда вы наносите тональный крем, потом еще консилер, потом все еще припудриваете, вот туда все и проваливается. Поэтому, когда вы смотрите на себя в зеркало, вы видите каждую морщину. И очень многие говорят, мне кажется, без тонального средства у меня лицо выглядело намного лучше. Мне казалось, что я была моложе. А теперь мне сделали тон, такое впечатление, что я стала старухой. Следующая роковая ошибка, это когда много консилера под глазами. Не нужно столько, не нужно. Нужно дозировать, нужно взять небольшое количество. Нанесли на руку. Потом, если тем более, вот он выдавливается от консилера или вот с таким большим спонжиком, потом берете кисточку, купите в магазине для художников или для, где детские всякие товары продаются, канцелярские. Вот такую синтетическую, тоненькую кисточку. И вот так вот ювелирно, только туда, где нужно немножечко замаскировать. Все. Таким образом, вы не создадите вот этот вот безумный слой консилера под глазами. Таким образом, вы что? Не усилите морщинки. Наносить нужно точечно, а не под все глаза. Мы же с вами не на сцену идем, а в жизни. Поэтому здесь нужно вот сохранять вот эту деликатность. Внешний слезнячок. Все. Вот если, например, у вас здесь ничего нету, сюда ничего наносить и не нужно. Не делайте маску на лице. Ну сколько уже можно? Ну сколько можно? Дорогие девушки. Потом разочарование. Ой, мне макияж не идет. Все идет, нужно только сделать это грамотно. И если нужно, немножечко подсветить. Раз, два. Носогубные складки, уголки губ, пальчиком дотронулись. Все. Красота. Скульптурирование. Не всем это нужно. Далеко не всем. Если у вас такой же типаж старения, как у меня, у меня тип старения усталый. Усталый это когда лицо не обвисает, а проваливается. Поэтому при моем типе старения, если я буду делать классическое моделирование лица, то я состарюсь еще больше. Мы можем сделать из меня бабу-ягу. Поэтому у кого худощавое лицо, у кого тип старения усталый, у вас лицо проваливается, его нужно, наоборот, как будто бы наполнить. То есть придать объем. И если вы будете делать моделирование, которое создаёт глубину, вы как раз автоматически становитесь старше. Такой метод коррекции подходит девушкам, у которых тип старения деформационный. Это когда личико, например, опускается, или когда вы поправились и хотите сделать его более стройным. Тогда это хорошо. В остальных случаях, когда лицо немножечко как будто бы усыхает, то задача, наоборот, восполнить вот эти объемы и придать свежесть. Но никак не моделирование. Поэтому здесь будет логичнее, наоборот, сделать лицо даже плоским. А классическое моделирование делается для молодых девушек, у которых еще даже присутствует вот этот пухлячок на лице, такой девичий овал. И когда они хотят сделать себя знойными женщинами, они делают моделирование. А те, кто уже шикарные, знойные женщины, поэтому мы возвращаем себе девичий овал. Сияние хайлайтера придает коже лоск. Поэтому, когда мы хотим выглядеть более такими отдохнувшими, то небольшое количество, небольшое количество мы наносим на верхнюю часть скулы, можно немножечко на височную зону и под пик брови. Это те зоны, которые можно подсвечивать. Как только вы нанесете на область щек, то вы можете подчеркнуть. Первое, это отечность. Поэтому, когда наносит на область щек вот так вот, девушкам опять же молодым, им можно. А когда у нас есть возрастные изменения, это делать уже нельзя. Как только щеки у вас сияют очень сильно, то они могут дать на обратный эффект. Поэтому сиянием нужно быть очень деликатным, очень деликатным, без фанатизма. Если вы чуть-чуть сделали вот эту подсветку кожи в этой зоне, во многих случаях этого достаточно. Понятно, что если, например, у вас личико достаточно такое худенькое и вам наоборот нужен объем, то тогда это другой вариант. И если вы сделаете щечки более блестящие, то это придаст вашему лицу объем. Видите, для каждого лица, для каждого типа старения есть свои рекомендации. Брови. Запомните главную вещь. Широкие прямые брови очень хорошо для молодых девушек лет так 20. Это говорит о их таком непоседливом, бурном характере. А еще такие прямые, тяжелые, широкие брови у старых людей. Поэтому, когда мы хотим выглядеть моложе, нам нужно иметь золотую середину. Не перебарщивайте, не утяжеляйте бровями лицо. Тем более, если, опять же, мы видим, что у нас есть возрастные изменения, как только у вас будут широкие, тяжелые, а еще может быть прямые брови, все, вы сразу утяжелили лицо веки в два раза. Поэтому не делайте так. Найдите для себя оптимальную форму, которая не будет слишком тонкой, потому что еще другой момент, что с возрастом брови могут исчезать. Тем более, если вы решили сделать перманент, проверьте несколько раз, протестируйте форму, походите с ней перед тем, как делать. Иначе может получиться брови отдельно, вы отдельно. Это очень здорово придает возраст. Брови – это, скажем, такой конструктор, который держит лицо. Поэтому, если будет неправильная форма, лицо провалилось или упало. То есть, просто проявится еще больше ваши возрастные изменения. Следующее – это тени. Да, 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 да. Я не люблю, когда тени цветные, до бровей и вот эти безумные краски на лице. Это все здорово и красиво смотрится, но реально, на молодых девчонках. Я, верно, взрослая тетя. Поэтому я стараюсь подчеркнуть свою красоту, которая еще осталась. Я не хочу излишне декоративно себя как клон раскрашивать. И поэтому призыв к девушкам, молодым визажистам, вы поймите, я сама была такая, когда очень любила ярко краситься, но вот сейчас с возрастом это смотрится не так симпатично. Более того, на фоне безумно красочного макияжа своя красота просто меркнет на контрасте. Своя фактура становится более блеклая. Поэтому, чтобы не допускать такие ошибки, цветной макияж можно, но тут получается, что с возрастом у нас появляются какие-то изменения, например, в форме глаз. И века становится просто как тряпочка, не слушается, катается за кисточкой, и сделать макияж очень тяжело. А если еще и цветные тени здесь будут, то это вообще смотрится как разукраска, некрасиво. На взрослых дамах это некрасиво. Поэтому, если мы говорим про цветной макияж, можно его сделать просто адекватным, сделать его деликатным. Поэтому, вся коричнево-бежевая гамма, она выбирается для того, чтобы скорректировать века, чтобы, например, вот здесь вот у меня катается кожа туда-сюда, есть какие-то погрешности, есть объемы, я его убираю. Немножко нанесла тени в тон кожи, чуть потемнее, и у меня века открывается. Разве это плохо? Это великолепно. Это именно то, что мне надо. Я хочу сделать то, что у меня было раньше, а не нарисовать здесь картину из зелено-синих цветов. А вот уж если хочется цвет, то тогда я это сделаю с помощью карандаша и, как правило, именно на подвижное веко немножечко, может быть, межресничное, может быть, немножко последистые, и цвета не ядреные, а деликатные. Получается красота. Ну вот, я прокрасила только снизу. Теперь я делаю межресничную прорисовку. То есть стараюсь прорисовать карандашом. Это у меня карандаш и фраше, а номер, 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 0,2 грис. И прорисовываю. Можно даже вот так вот закрыть и сверху. И у меня будет очень хорошая, деликатная, красивая такая серо-синяя стрелка, которая будет смотреться элегантно, не вычурно. И очень здорово подчеркивает в данном случае мои серо-зеленые глаза. Конечно, взрослым тетям тоже можно блестючки. Поэтому совсем чуть-чуть на подвижное веко любые ваши любимые какие-нибудь блестящие тени. Все, они сразу делают макияж более интересным. бежевые, золотистые, серые, розовые, неоновые. Самое главное, чтобы они тоже не были кричащие. Ну и, конечно же, ресницы. Ресницы я обожаю. Ресницы действительно поддают потрясающий эффект лифтинга, омолаживают, но только не театральный результат должен быть. Они должны быть натуральные, с одной стороны, но хорошо прокрашенные. Поэтому, когда мы правильно выбираем тушь, когда мы правильно красим ресницы, мы получаем вау-эффект. Очень часто ко мне, когда приходит клиент, она говорит, ой, у меня ресниц практически нет. Действительно, бывает так, что, когда ресницы не накрашены, если они светлые, такое впечатление, что их практически нет. Но если их грамотно накрасить, потом они говорят, боже мой, я даже не знала, что у меня такие ресницы. А красить нужно так. Вы смотрите, например, в зеркало вниз. И когда вы видите себя, у вас должен быть подбородок, смотреть вот так вот в зеркало. Сейчас я возьму зеркальце. Смотрите вниз, у вас вот эта часть века натягивается, и тогда вы вот таким вот образом прокрашиваете от самых корней. В данном случае у меня тушь, термо-тушь Vivienne Sabo Кабаре. она прямо очень круто закручивает ресницы. Они даже, если у вас смотрят вниз, с этой тушью, они у вас сто процентов будут подкручены. Ну, а потом можно еще воспользоваться керлером. Почему важно, чтобы ресницы были подкручены? Потому что они действительно очень здорово корректируют объемное веко. Они очень здорово дают, если они правильно, у вас накрашенный эффект, вот этой вертикали открытых глаз. Красить нужно по центру, наверх, внешний уголок к виску. И вот внешний уголок активно, потому что тут как раз очень часто многие не прокрашивают. Поэтому глаз становится короткий. И, конечно же, аккуратненько вот здесь вот внутренний уголок глаза, чтобы опустить ресницы вниз. Таким образом у нас получается панорамный взгляд. Вот, пожалуйста, посмотрите, какие длинные красивые ресницы. Я так могу накрасить любые ресницы, поэтому не надо говорить, что у вас их практически нет. Так, следующий шаг это губы. Губы! Губы пухлые, это красиво. Да, когда они правильные по пропорциям. Если вы себе сделали очень большие губы, это очень здорово старит. Просто настолько делать тяжелым лицо, когда в нижней части лица, если у вас уже проявились, например, носогубные складки, или может быть у вас появились брыльки, и вы делаете огромную форму, вы это все утяжеляете, и получается большой рот недовольный. Это не про красоту. Поэтому нужно делать средний размер. Тогда это дает эффект лифтинга. И когда делаем губы, очень важно не увеличивать вот в этой зоне, а увеличивать посерединке, для того, чтобы получилась легкая улыбка. Как это делается? Таким образом. Сначала проставляете линию снизу. Вот. Как только вы здесь чуть-чуть затемнели, вы как бы обозначили вот этот центр, и у вас вот тут уже губы пошли наверх. Поэтому здесь мы дорисовываем чуть-чуть, но не до самого конца. Это важно. Потому что если у вас появились уголки губ, и вы докрашиваете губы до самого конца, в итоге вы рисуете вот такой вот рот. Это не сексуально. Значит, чуть-чуть, чуть-чуть даже можно улыбнуться, чтобы нижняя линия натянулась. растяжелываем. То есть я сохранила вот эту вот улыбочку. Теперь верхний контур на 1 миллиметр. и также не докрашиваю до самого конца. Все, этого достаточно. Тем более с учетом пропорций моего лица, носа. Если я сделаю губы больше, у меня нос упадет на губы. И соответственно будет больше нос. Но зачем мне это надо? Мне это не нужно. Теперь сверху блеск. Ну в принципе этого мне лично достаточно. Хочется поярче губы? Да пожалуйста. В данном случае у меня акцент именно на глаза. Ну вот в общем-то тот же практический макияж, только адаптирован. И ну согласитесь, оставьте пожалуйста ваше сообщение. Мне кажется так намного лучше. И во всяком случае здесь я узнаваема. И да по поводу укладки. Я вас прошу девушки, если хотите выглядеть моложе, старайтесь не делать дом на голове. Как только здесь есть такая тяжелая конструкция, это тоже придает возраст. Нужно чтобы волосы были даже в какой-то степени может быть немножечко такие вот хаотичные, чтобы их можно было потрогать, чтобы ветер если дует, то они у вас распускаются. Но обязательно нужно сохранять в волосах некую естественность и подвижность. Это и дает молодость. Я надеюсь это было вам полезно. и вы теперь уже сможете адаптировать любой такой инстамакияж под жизнь. Вы можете посмотреть как идею и сделать это все в два раза легче, деликатнее для того, чтобы в жизни это выглядело очень красиво и естественно. Потому что фотография действительно съедает очень много красок. Поэтому чтобы вам показать такой вау макияж а-ля Дженнифер Лопес, там нужно использовать достаточно много косметики. А в жизни делается все по-другому. Поэтому я когда кожа остается натуральной и когда с вами близко общаются никто не читает макияж, а смотрит ваши красивые глаза, любуются вашими потрясающими губами и того какая у вас сияющая кожа. Все-таки если говорить про красоту, есть красота которая убивает на повалу, а есть красота которая вдохновляет к жизни. Вы какой вариант выбираете?